14 октября в столице открылся российский библиотечный молодежный конвент. Он проводится в третий раз Российской государственной библиотекой для молодежи при поддержке Министерства культуры и Российской библиотечной ассоциации. На пленарном заседании организаторы обозначили круг тем, которые предстоит обсудить в течение трех дней. Среди главных – мировые тренды, переосмысление форматов взаимоотношений молодежи и библиотеки, молодежная культурная политика – как отправная точка для стратегического развития современной библиотеки. Мы сейчас можем констатировать, что наше общество пришло к выводу, пришло к пониманию того, что все-таки работа с детьми, с молодежью, с подрастающим поколением – это не периферия никакая, это одна из самых стратегически важных задач и направлений в жизни любого государства. Если мы эту работу эффективно проводить не будем, то мы с вами хребнем горе, что, собственно, мы видим в наших соседях ближайших. В формате дискуссий, неформальных конференций, живого общения молодым специалистам предстоит также поработать со смыслами традиционных библиотечных понятий, сформировать новый образ библиотеки, поговорить об имидже современного профессионала, о новых технологиях и о литературе. Традиционно отдельной темой станут молодежные профессиональные объединения. Руководители направления впервые представят сводно-электронный реестр, который обобщает всю известную информацию о молодежных советах. Выявлено 91 объединение на территории России, в очень большом количестве регионов существует уже разного уровня, при отдельной библиотеке, при библиотечной системе, даже на уровне, например, региона уже существует объединение. И вот мы об этом тоже о молодежной активности будем говорить. Зачем вообще это надо? Какую пользу либо проблемы приносит это руководителю библиотеки? Для чего это нужно? Для чего самой молодежи это нужно? И так далее. Вместе с ростом активности объединений в нынешнем году организаторы отмечают повышенный интерес молодых специалистов к профессиональным темам. В конвенте участвует около 200 библиотекарей со всей страны. Впервые у нас принимают участие в большом количестве студенты профильных вузов. То есть это говорит и о принятии профессии с их стороны, о желании, уже обучаясь профессии, погрузиться в профессиональную среду. Это было абсолютно их желание. Причем это не только Москва, это Ижевск, это Улан-Удэ, это Якутия. Подарком для гостей и значимым событием конвента станет презентация Музея истории «Электронные книги», который представляет непрерывный путь развития информационных носителей от древности до наших дней. Конвент продолжит свою работу до 16 октября. Юлия Батрудинова, Николай Михалевский, Библиотеве.